виталий приветствую тебя долгожданная среда наш тобой второй эфир за неделю мы традиционно классически разбираем рыночную ситуацию смотрим на фундамент на технику вместе анализируем вообще все что происходит и даем конкретно торговые рекомендации напутствия динамику подсказываем которую можно использовать в трейдинге друзья вам принятие ваших решений конечно же фильтруя через вашу торговую систему и вообще ваш подход к анализу финансовым рынком слепо доверять верить полагаться на то что вам рекомендуют ни в коем случае не нужно у вас должен быть собственный взгляд и опять же наш формата это еще одна возможность вам показать что на рынке решения принимаются либо на основании техники либо на основании фундамента и в идеале бы на основании того и другого в общем нужно шарапку смотреть на возможности анализа которые есть ну что у нас рынок по-прежнему довольно активный отходит он если можно так сказать от последнего заседания американского регулятора по-прежнему отовсюду во всех всех средствах массовой информации обсуждают именно какой сигнал подал фрс был ли это сигнал все-таки станет ли фрс действовать в плане изменения денежной политики либо может быть его не так уж и правильно поняли может быть он просто может быть рынок услышал то что хотел услышать особенно тех кто рассчитывал на какую-то уже коррекцию на американском фондовом рынке полагаю что он давно прикупленный нужно его уже раздуть ну есть то что есть я предлагаю перейти к демонстрации экрана начнем мы давайте классически с меня так друзья на ваших экранах сейчас один момент виталий видно уже так индекс американского доллара 91 80 в прошлый раз когда мы встречались с виталием как раз мы примерно находились на локальных максимумов районе 92 27 я общую тенденцию по доллару уже обозначал в принципе сторонник того что доллар будет снижаться ждал выступление паула в конгрессе которое прошло вчера в принципе паула не то чтобы не сказал ничего нового но я вижу как он как все голосующие члены резерва которые выступают на этой неделе пытаются несколько изменить вот это сформировавшийся рыночный настрой относительно того что политика должна остаться более жесткой и мы видим то что рынок вот эта волатильность она потихонечку стухать потому что рынку приходится заново переосмыслить все что было сказано американским регулятором и вот паула вчера в очередной раз подтвердил что для регулятора есть два параметра в экономике это инфляция и рынок труда и в обоих случаях пока что регулятор не может говорить о том что достигнуты цели ну во первых в отношении инфляции цель для фрс это стабильный показатель инфляции в районе двух процентов они вот эти экстремумы которые мы видим сейчас это первый нюанс и что касается американского рынка труда тоже даже вот формате наших с тобой эфиров я много раз говорил про общую ситуацию про то сколько людей без работы про то что очень малый процент возвращается на рынок и точно не возвращается на рабочие места и точно эта тенденция не изменится пока они получают повышенные пособия по безработице и паула в принципе как бы подытоживая все вот эти комментарии в конгрессе отметил что политика будет оставаться мягкой до двадцать третьего года но двадцать третий год я уже по моему в ходе нашего с тобой прошлого эфира делал ремарку относительно того что это очень далекая перспектива учитывая что действительно мы видели как и что может произойти с мировой экономикой всего лишь за один год если вспомнить 20 что она и просела ниже клинтуса и потом быстро восстановились то есть двадцать третий год друзья ну не нужно строить какие-то долгосрочные позиции сейчас акцентирую внимание на аргументы или какие-то события которые должны случиться через много лет это неправильная позиция я рекомендую как и ранее работать с тем что есть в моменте частности поскольку у нас больше причин говорить про стимулирующих политику американского регулятора павла подтвердила не только он на этой неделе было два выступления глав фрб региональных отделений пресса это фрб нью-йорк и сан-франциско вильямса и деле они единогласны а в том что американский регулятор не может позволить себе сейчас изменить денежно-кредитную политику и на прошедшем заседании как бы не интерпретировал рынок что было сказано фрс а не касался темы что вообще до 23 года какие-то изменения могут произойти я также рекомендую друзья смотреть все-таки еще на рынок облигаций которые остаются на довольно скромных показателях подоходности для меня это вообще лакмусная бумажка отношения рынка к росту процентных ставок к институционалов и я пока не могу купить пока не услышу конкретных жестких сигналов от пресса что да мы изменим монетарную политику потому что есть прогресс объективный в случае с стабилизацией инфляции с достижением целевого показателя паренка труда сегодня я хочу предложить спекулятивную сделку она несколько отличается от моего привычного подхода к тому что я рекомендую спекулятивная сделка шорт по евро доллару это очень как косочная сделка то есть не нужно сейчас говорить мне о том что индекс доллара коррелирует с евро долларом поэтому нужно работать в одном направлении а по этим активам ну понятно что тенденция крепления доллара обычно приводит ослаблению курса евро и наоборот если доллар снижается евро растет я сегодня хочу обратить внимание на рыночные настроения которые доступны к анализу каждому клиенту по неомаркетс через индикатор он по-прежнему указывает на то что на рынке большая часть трейдеров покупают евро поэтому я допускаю что прежде чем евро развернется мы можем увидеть еще значение там 118 то есть примерно на сто двадцать пять пунктов ниже текущих значений поэтому сделка будет стал стоп с уровень 1900 точнее 1.19 стоп лосс 1.1950 этой кроме отметки 1.18 в прошлый раз я еще комментировал нефть рекомендовал сделку о покупке бренда с отметки 74 10 сейчас мы сделки выше уровня можно перевести без убыток и ждать еще больше восстановление цен на нефти я сегодня когда записывал брифинг обозначил 7 факторов просто нефти это снижение позиционное снижение доллара спрос на риск как таковой и фондовый рынок американский показывает что риск реально сейчас покупают это ожидание восстановления мировой экономики соответственно поддержки спроса на углевую дорогу очень сомнительная перспектива проведения следующего этапа переговоров между сша и ирана по ядерному вопросу запасы нефти перед средой у нас традиционный отчет это api американского нефти запаса с ней здесь на 7 и 1 миллиона сегодня я думаю что цифры будут похожи и от официального ведомства и будет совсем классно если параллельно со снижением запасов по нефти мы видим еще и снижение запасов бензина и шторм кладета который надеюсь не перерастет и не усилится до урагана но если это произойдет то мы как бы вынуждены будем обратить внимание на негативные последствия стихии мексиканском заливе которая мы помним может парализовать вообще работу нефтяного а нефтяной отрасли сша на определенный промежуток времени цели по бренду остаются а прежними ждем движение пары выше 70 точнее инструментом выше 75 и что касается американского фондового рынка я ранее говорил что к длинным позициям нужно будет присмотреться только в том случае если мы окажемся выше 4200 пунктов по снг в принципе мы оказались выше я открыл этот лонг который рекомендовал и что теперь фонду выше 4300 а пунктов потому что фондовый рынок все-таки продолжает пользоваться благами и монетарного стимулирования и налогового бюджетного стимулирования со стороны правительства не только со стороны федрезерва ну и конечно же здесь стоит отметить еще и довольно эффективную кампанию по вакцинации поскольку фрс также пока не дал жесткого сигнала того что политика может измениться я думаю что фондовому рынку пока ничего не угрожает и будем говорить о коррекции о потенциале развития какого-то медвежьего тренда но не сейчас возможно даже не в этом квартале пока лучше работать по тренду это ли слово тебе видно рабочий экран видно да 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 так всех приветствую давайте пройдемся по теми которые просто разговаривают шорт нефть шорт nasdaq бренд говорил о шортах ниже ниже уровня 73 73 понедельник мы в моменте уходили вниз я не успел перевести эту сделку без убыток как бы видел что мы принципе неплохом плюсе находились но идея скажем так как я ожидал ее пониже не сработало поэтому можно было зафиксировать здесь по убытку который ставился в районе там 74 с копейками на текущий момент пока пока для меня тенденция непонятная ну скорее лонг возможно пока нахожусь ни рынка аналогичная была рекомендация по nasdaq на тоже моменте он локально падал понедельник там перебивал минимумы локальные но в итоге откупили и и очень хорошо и доу джонс и nasdaq и после этого я уже скажем вышел с этого рынка не верил в дальнейшее снижение потому что такое то что вы купили после это явно было не не к шортам аналогично как было в прошлый месяц после такого ну небольшого снижения трехдневного как обычно по снг бывает последние месяцы такой сильный выкуп это сигнализирует в дальнейшем росте наверное хотя по снг присутствуют дивергенции глобальные ну посмотрим на текущий момент согласен своей идеей по евро доллару я буду советовать скажем индекс доллара к покупкам здесь есть два варианта либо мы с текущих идем по индексу доллара вверх это покупка с 91.80 либо мы еще уйдем на какую-то коррекцию пониже аналогично это касается и всех инструментов допустим кто не торгует там индекс доллара торгует евро доллар вот твоя рекомендация подходит тоже на шорт или доллар франк или фунт доллар а ну в принципе все очень-очень одинаково возможно еще какие-то будут задерги чуть-чуть вверх возможно чуть побольше но если конкретно по индексу доллара покупаем секущих если мы еще падаем пунктов 40 50 добавляемся покупочку по данному индексу и все что выше скажем хотя бы 91 30 добавляемся в лонг со стоп-лосс со стоп-лоссом общем где-то примерно в районе там 91.00 и там уже будем смотреть как-то вот так потому что я надеюсь что по индексу доллара вот прошел импульс который был на прошлой неделе у нас идет сейчас коррекция возможно она уже закончилась мы будем дальше вверх или она скажем вот пример вот такого формата нарисуется как вот здесь было в марте тоже был импульс чуть-чуть поглубже была коррекция достаточно даже длинная по времени и дальше мы пошли наверх посмотрим будет сейчас аналогичная ситуация или два дня коррекции как мы видели и дальше пойдет рост ну цели уже здесь скажем если пойдет то что ожидают примерно в районе 93 с копееком 93 50 но это уже будет думаю чуть чуть попозже возможно с какими-то коррекциями и откатами поэтому можно дублировать аналогично как у тебя по евро доллару вот мы уже начали падать цели согласен с тобой 1.18 можно секущих шортить со стоп-лоссами за вчерашний хай как вариант если мы падаем секущих или еще какую-то крекцию там фрэнтом 1 1.20 возможно франк аналогичная покупка с текущих фунт фунт доллар кто торгует более волатильный можно с текущих у нас 1.3960 плюс минус еще может чуть подрасти там район 1.40 тоже стоп-лоссов побольше потому что может еще быть какой-то задел НЗД, Ауди, канадский доллар все аналогично ну кроме там доллар иена она и так идет рост золото тоже как видим после вот этого падения небольшое накопление можем провалиться с текущих даже вот если взять там фунт как видим там и то более сильную коррекцию золото вообще никто не покупает не исключаем что еще там поглубже чуть-чуть откатит золото там район 1.800 плюс минус можем валиться с текущих по всем активам поэтому вот так пока у меня такие рекомендации на рост доллара по всем инструментам то что торгует есть кто любит фунт доллар евро доллар индекс доллара Виталий спасибо тебе за твою точку зрения следующий эфир у нас в понедельник подведем тогда итоги посмотрим где окажется доллар еще раз контролируйте риски следите за загрузкой депозитов рынок по-прежнему очень оплатильный активный и как бы вы не были уверены друзья так же как и мы с Виталием все равно рынок может показать другую динамику не ту на которую вы настраиваете Виталий хороших закрытий недели и хороших пока пока